Саудиты разбомбили все в мясо, довели до состояния фарша людей, целую деревню и никакого хая, все хорошо. Если нравится Америке, значит хорошо, понятно, это одно и то же. Нравится Америке, значит хорошо, демократично, правильно. Вот же в чем дело. Хорошо, 73-73-94-8. Главное, чтобы нравилось Америке. А мы в Ираке создаем штаб, в Ираке, наш штаб будет в Ираке, то есть под присмотром дяди Сэма. Вместе мы будем качественные иные люди, мы будем правильные чуваки, мы будем за демократию всех бомбить, понимаете? Никакой Украине вообще не снилось такого. Украине снилось за демократию пригнать полк Су-25, несколько эскадрильей послать, понятно. Так Шри-Ланку же и вернем, говорит Андрей Скоролеев. Зачем вам Шри-Ланка, я умоляю. Чай выращивать, все в доме пригодится. Нет, чай только китайский мы пьем, никакой Шри-Ланка, забудьте, это все извращение английский. Значит, слушай, мы должны исходить из следующего. Мы пойдем в Ирак под присмотром администрации проамериканской, на самом деле, и также американцев, которые в Ираке, вместе с ними, в интересах демократии, во славу мира и торжества прогресса, понимаешь, какие-то поляки отправляли полтора инвалида, значит, воевать в Кабул, там что-то такое, отсиживаться там где-то, значит, какие-то украинцы тоже отправлялись в Афганистан, якобы, якобы, ну, там сказать, там за кофе сбегать, понятно, да, ботинки почистить там американцам, украинцев несколько отправляли, специально. Это считалось, что они участвуют в контингенте. О, что там? Молодцы. Молодцы и так далее. Теперь в качестве на иной уровень. Смотри, русские, приходят русские. Ну, великие, полубоги, полубоги, полками авиационными зайдем, отметелим в интересах американцев, естественно. Будем хорошие мы, но наши интересы совпадают. Асада уберем, но от него возьмем человечка, но постепенно, не резко. Все довольны, все плачут от умиления. Из-за этого нас снимут события. Плачут от умиления, плачут от умиления. Я тебе напомню, почему у нас отношения с Америкой все время идут как на качелях? Что? Что случилось? О, Совет Федерации дал согласие. Совет Федерации, можно я встану? Все, я сейчас сидел на короткое время. Позволился расслабиться. Так. Редактор Регас, мирно! Совет Федерации дал согласие президенту Российской Федерации использовать войска в Сирии, заявил Сергей Иванов, глава администрации президента Российской Федерации. Все, товарищи, все, ура! Вот видите, как случилось? Вот я, Сергей, я чаял, чаял, что мы станем демократами. Понятно, что это значит? Вам понятно, что нам придется теперь любить Америку, опять по новой и все на свете? Ты понимаешь, что это такое? Нам печенник дадут? Это Союз Аполлон начинается новый. Почему? Потому что мы сейчас пойдем, из разрозненных данных, из разрозненных данных, сшивается полотно, что мы идем вместе со Штатами сейчас. Уже по-настоящему. Не как какие-то там их прихлебаи, шестерки, дешевки и гномики, которыми они себя окружили. А что, как богатыри? Богатыри, русские богатыри идут с Америкой вместе. Понимаешь? В Ирак! Ну, разве это плохо? Так это хорошо. И нам придется вспомнить, почему мы родные с американцами люди. Почему мы любим Марка Твена. Ты любишь Марка Твена? Очень. Очень хорошо. Ты уже готова для новой эпохи. Ну, Марк Твен, между прочим, когда его послали на какой-то там бой, он сказал, «Простите, я забыл дома почистить оружие, вернулся, взял билет на поезд и больше никогда не приезжал в этот город». Ну, так, слушай, значит, Марк Твен, но ты будешь вспоминать, почему ты любишь Америку. Сейчас все будет наобратка. Обраточка пойдет. И в прессе везде пойдет обраточка. И на телевидении, наконец. Леонид Ильич Брежнев, напомню вам, я многое видал, многое знаю. Леонид Ильич Брежнев, когда я был еще младенцем, помню, я лежал в колыбельке. Леонид Ильич Брежнев приехал в Америку и сказал, что мы с американцами, у нас огромное число сходств. Мы всевозможных сходств, мы очень похожи на американцев. Мы люди, мы нация пионеров русские, советские люди, нация пионеров, и американцы нация пионеров. Мы нация покорителей пространства, и американцы нация. Леонид Ильич Брежнев захлеб рассказывал, почему мы одна и та же нация. Почему мы одна и та же нация. Сейчас нам придется снова все это услышать. Если сейчас будет успешная наша совместная с американцами операция против исламского государства, организации запрещенной на территории России, если будет успешна эта операция, то мы опять соплями и зайдем от дружбы к Америке. Санкции будут сняты, все будет прекрасно. И Крым нам простят. Союз Аполлон, Крым, конечно, будет наш, но американцы там тоже будут по-дружески как-то все, понятно, да? Значит, Украина пойдет в надлежащее ей место. Украина займет надлежащее ей место. Где? И вот я не рискую сказать где, потому что я не ругаюсь. Значит, Украина займет надлежащее ей место, определенное ей судьбою исторической. Понятно? У параши. Вот в хорошем смысле. Значит, и мы наконец-то восторжествуем. Все, слава богу, я очень рад. Вы рады этому или нет? Нет, я пытаюсь говорить. Я понимаю, что голосование уже бессмысленно. Вы нифига не рады, потому что вы недальнозоркие люди, недальновидные люди. Ваши горизонты слишком узкие. Вы 40 только 1% одобряете. Это 49% нифига не одобряет. Но я поговорю с вами об этом по телефону. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, добрый день. Здравствуйте. Это Тараторка на лифчике. Здравствуйте. Я помню просто программу, когда на Украине все это заворачивалось. То есть вы говорили, сейчас вот Америка плохая, но они по-любому перед выборами прогнутся так, что станут хорошими. Да, Америка, нет, нет, нет. Мы Америку сделаем хорошей, и сейчас мы поучаствуем за Америку, и все, вперед. И как один умрем, нет. И как один умрем в борьбе за это. Конечно, товарищ. Секундочку сейчас. Подождите, я найду, как рубль отреагировал. Рубль отреагирует, как-то хорошо. 6582, рубль упал на 10 копеек, всего на 10 копеек. Что это? О чем мы говорим? Это ерунда какая-то. 7373948. 7373. Конечно, все. Алло. Алло. Да, хорошо бы, чтобы еще американцы дали нам самолеты по Ленд-Лизу. По Ленд-Лизу, как это было когда-то. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, теперь мы перезагрузились, и все будет. Я уже перезагрузился, уже музыка, все, перезагрузился полностью. Хинди-руси пхай-хай, пхай-пхай, конечно, хинди-руси пхай-пхай вообще. На полную катушку перезагрузка должна произойти. Конечно, после судьбоносной встречи в Нью-Йорке, мы должны перезагрузиться. Алло, здравствуйте, слушаю вас.